Добрый день господин Генберг. Добрый день. Во-первых, хочется вас поздравить с наступающими праздниками. Спасибо, спасибо. Вас также. Есть актуальные вопросы. Первый поступил от Клавинша на портале пишет. Почему Венсповское самоуправление было признано самоуправлением с дружественной для семьи инфраструктурой, а не самым дружественным для семьи самоуправлением? Нюанс. Вы знаете, какие там критерии, для нас неизвестно, я тоже их не знаю. Если были бы критерии, была бы таблица по баллам или как, тогда можно было бы что-то сравнить. Так что мне это неизвестно. И комиссия, которая здесь была, там национали были представлены как политическая партия. И они, ну, от министерства главного, от этого регионального развития, а там этот человек был очень настроен, как мне говорили, против Венсповса. Так что мы тут не рассчитывали, что мы можем быть признаны лучшим. Но, правда, там есть и другие члены комиссии. И то, что показали эти два детских городка, 36 этих комплексных игральных площадок. Программа «Малыши у дружественных город» и автостоянки, и переехать улицу, и все гладко, и там больницы, и врачи, и подход к морю, и прочее, прочее, прочее. И пантусы, и вход в здание, и эти пеленки, ну, они не могли, ну, просто других близко к этому нет. Ну, и потому они были вынуждены согласиться, националы, это Министерство регионального развития, они контролируют, что, ну, по инфраструктуре Венсповсу равных нет. Ну, знаете, мы работаем не на награды, а мы работаем на Венсполчан, да. Нам главная оценка Венсполчан, но, если нас кто-то поощряет, спасибо. Если не поощряет, что делать? Так что, надо к этому подходить философски, но, в любом случае, спасибо, что у нас лучшая инфраструктура, мы в этом не сомневались. Алла пишет, в новостях говорили, что венсполские предприниматели поднимают тревогу. О падающем грузообороте и планируемых инвестиционных проектов. А Минсообщение и Латвия с Дзелсцельш указывают, что венсполские предприниматели лишь пытаются оказать давление на государство, чтобы поставить Курзимские порты в привилегированную ситуацию. Это правда? Ну, это блеф, так скажем. Переоружают грузы терминалы, которые принадлежат частным лицам. Эти частные лица, кому принадлежат терминалы, они принимают на работу членов правления, менеджеров, другими словами. И только терминалы работают с грузовладельцами, и только терминалы могут договориться или не договориться, на каких условиях грузовладелец выберет месту перевалки данный терминал. Ни городские власти, ни Министерство транспорта, ни латвийская лишь дорога на это повлиять не может. Конечно, и перевозчики сейчас не один латвийская лишь дорога. А, наверное, тут терминал большинства обслуживает. Не все, но большинство. Балтийс Экспресс, который принадлежит Венбункеру, Норднат и Венцфеллс терминал в Венцфеллском торговом порту. Они являются владельцами. Так что, какой тариф устанавливает перевозчик, такой они сами устанавливают. Так что, нечего там пальцем показывать на министерство или на латвийскую железнодорогу. Проблема совсем в другом. Что эти частные руководители этих частных терминалов, а там Биг Босс, это Рудов Мирон, это Остап Бендер, я его называю полностью. Мы понимаем, что это за личность. Это чистый Остап Бендер 21 века. Правда, родился в 20 веке. Он идет как пижон, высокомерный, вызывающий, не умеет говорить, не умеет договариваться. Он ждет, когда придут к нему грузы на четверенках и будут его умолять за любые деньги, которые попросят, чтобы, так сказать, они пустили их груз в Венцфеллс, в их терминал. Ну, это абсурд, с клиентом так не работает. Ну, например, Калли и Паркс. Они со мной говорили, они хотели грузить 2-3 миллиона тонн калийных удобрений Урал-Калий, это из Урала, по названию, это Пермская область, калийные удобрения. Этот придурок установил им такие требования, такие высокие ставки, они отказались. Беларусь калий хотел грузить тоже 2-3 миллиона. Опять установил такие тарифы, что они отказались, они остались в Беларуси, в этом Клайпеде. Притом в Беларуси строится новый, новый шахт. И в результате вместо 5-6 миллионов грузить, сейчас 200 тысяч. Было 5 миллионов, сейчас 200 тысяч. В чем я могу помочь? Когда-то у меня была фирма, которая работала с клиентами, что привлечь грузы. Они отказались от услуг. Ну, отказались, так отказались. Это как бы хозяин-барин. В результате пустые терминалы. Они не умеют договариваться. Надо уметь договариваться. Нужны связи. Это же бизнес. Вы там шашкой, давлением, нереальными требованиями заработать большой фи. И россияне, белорусы, они сейчас не заключают договора с каким-то офшором. А он схему делает, которая неприемлема. Владимир Владимирович не поощряет такие договора. Ну, и все пусто. На 5 копеек тоже половину груза потяло в Энсфонский торговый порт. Балтий колл терминал. 6 миллионов должны были грузить сейчас. Они сейчас грузят 2 миллиона. И притом, чей уголь здесь? Это Рижский торговый порт. Привлек только грузов. Они не могут переварить его. И вот то, что осталось, они разместили для перегрузки в Балтий колл терминал. Если бы они не дали груза, тут было бы пусто. Они дали, потому что они не могут перегрузить. Одна часть пошла на Лепаю, а одна часть пошла на Венсполс. И еще договор, по-моему, на следующий год есть. Рига спасла в Энсполский Балтий колл терминал. Так что это все пустая пропаганда. Там такая Антона, ничего не понимает из транзитного бизнеса. Ни с кем не умеет договариваться. И там вот этот самый Ланманис, такой менеджер. Эти адвокаты все, начальники. Один специалист по бальным танцам. Вот такая публика собрана. А это все благодаря Латвийской генеральной прокуратуре. Которой пофиг. Тут работает, не работает. Есть работа, нет работы. Стоит, не стоит. Вот такая у нас государство правовое. Переходим на вопрос поменьше масштаба. Да. Фонтес на портале Вентазбалс пишет. Сегодня утром елка в музыкальной школе на площади выглядела немного кривоватой. Надо бы ее закрепить, а то вдруг сильный ветер. Спасибо. Если так действительно было, не знаю. Проезжал мимо, не замечал. Может быть не замечал, а может быть и не было. Бог его знает. Сейчас знаете, сколько фейковых новостей. Да? Ну вот. Ну, по крайней мере, комбинат блоустройства следит за этим делом. Если это действительно так, это будет исправлено. Просто, ну, сильный ветер ее закрепить так, чтобы она вообще не вышла. Иногда это удается, но тогда она ломается. По-моему, в прошлом году два раза ее сломали. Надо было искать новую елку. Ну, дай бог, чтобы в этом году не было ветра выше 15 метров в секунду. Потому что площадь-то большая елка, правильно? И море тут рядом. Вот поставьте свою елку на улицу. Вот видите, как его закрепить. Но это не говорит о том, что может быть кривая елка. И в этом полностью согласен. Инсес негодует на портале. Говорит, что в этом году снова не выставили все знаки зодиака. Не хватает символа года свиньи. Спрашивает, неужели денег не хватило? Да, ну, символ этого года не свинья, а символ этого года собака. Ну, по-китайскому, у нас в латвийском нет такого. И собака видно, и, по-моему, очень такая красивая. Рядом, через улицу Петух, который был в прошлом году. Ну, знаете, наши заказы, это 10 лет период. И первые заказы, то, что там была свинья, ну, сейчас делают значительно лучше. Если ставите рядом, то оно совсем не выглядит, и лучше тогда пусть она не будет, чем она есть. Но в 2019 году год свиньи, и тогда будет новая свинья. Так что тому, кому нравится знак зодиака свинья, надо подождать уже меньше, чем года. И эта свинья, надеюсь, красивая, будет стоять, как знак года по китайскому календарю. Интересующийся на портале пишет. Скажите, как инфраструктура фундаментальной науки ЛОФАР сможет развить информационно-коммуникационные технологии и биоэкономику? Ну, я тут не шибко большой специалист, но когда надо было защищать 4 миллиона правительств, я тут нос засунул, как бы, чтобы что-то мог рассказать. Ну, вот, у нас есть две антенны, 32 метра и 16, это такие, которые поворачиваются. А эти антенны, это комплекс небольших антенн на Земле. Этот комплекс небольших антенн на Земле в целом образует как бы одну антенну. Эти антенны соединили с сетью таких комплексных антенн в Европе, в центре Нидерланды. Вот в этой части нет ни одной такой антенны. Значит, антенна работает на прием информации, обработке большого объема информации супермощным компьютером и передает в реальное время общий центр, который обрабатывает все вместе. Так что это ИТ. Это соответствующая и программатура, и техника, и передача данных у нас. Мы построили эту инфраструктуру мощную, чтобы можно было в реальном времени передавать. Ну вот, ну, практическое поменение по разным направлениям. Фундаментальную науку должна финансировать государство. Правда, есть и международные деньги, которые привлекаются и которые ВУЗ будет привлекать. Но я думаю, что более подробно, поскольку есть такой интерес, как я понимаю, это мы попросим в Национальный ВУЗ, астрономические центры, пусть они так народу понятном языке изложили. Я возьму тогда на презентации этот, как выглядит, как выглядит этот, такая группа антенн. Ну, 2017-й подходит к концу, и на портале у вас спрашивают, какие события вы считаете самыми важными в этом году, что, по-вашему, существенного произошло в культуре, спорте и других сферах? Ну, если, давайте, двух, так, ну, такого, я не буду залезать. В международном, большом плане, латвийское возьмем. Ну, в большом, международном плане, это, конечно, по-моему, допинг-скандал, связанный с Россией, российскими спортсменами. То, что мне рассказывали руководители Олимпийского движения Латвии, которые, как бы, разбираются в этом опросе, то это, там картина плохая, первое. Там есть пробы, которые открывались, это нельзя делать. Второе, нет Б-проб. Ну, как они могли исчезнуть, не должны исчезнуть. Ну, в общем, обоснованные там претензии. Честно говоря, я против того, чтобы дисквалификации подвергались все спортсмены. Это не годится. Я думаю, дисквалифицировать надо индивидуально, а не всех вместе. Когда всех вместе, это политика. Когда индивидуально, виноват дисквалификации. Вот Виктор Шчербатый. Что-то не то там съел, какую-то пилюлю взял, и ему допинг дали. Что это допинг? Два года дисквалификации у него были. Тогда он никому не нужен был. Вот. Как бы на улице. Ну, мы послушали, поинтересовались. Он хочет к нам прийти, тренироваться и говорить. Допинга никакого не будет. Мы более серьезно будем смотреть, что мы питаемся. Что мы используем. Вот. И в конце он был чемпионом Олимпийских игр. Да. И третье место. И чемпион мира, чемпион Европы. Ну, это же наш спортсмен. Ведающийся. Венцеполчанин. Тренер. Сейчас. Ну, это пример индивидуальный наказания. Прошел наказание. Пожалуйста, выступай. Ну, это. А если говорить о Латвии, то в спорте ведающиеся достижения, именно венцеполчанин. Из летних видов спорта единственный вице-чемпион мира – это Артур Сплэснекс. Из трех бронзовых медалей по летним видам спорта, которые атлеты достигли в Латвии, одна из трех медалей – венцеполчанин. То есть, четыре медали чемпионатов мира, из них две венцеполчанин. Это много же, правильно? Ну, вот. Из зимних видов спорта, конечно, это Дукурс, скалитонист, брали. Братья, ну, особо. Вот. И, ну, эти бобслисты, я думаю. Ну, так что... Ну, хорошо тоже зимний вид спорта. Два наших компетенчата будут выступать на Олимпийских играх в Южной Корее. Это тоже большое достижение, самое факт участия, да. Из 73 спортсмена определены Олимпийскую вот эту группу подготовки. 73. Из них 11 венцеполчанин. Согласитесь, это много. Вот. Но у нас есть своя программа поддержки, финансирования. Ну, а... Ну, если инфраструктура в спорте в Энспилсе, то это, конечно, Парменский атлетический зал, зал аэробики. Мы приступили к подготовке заказа эскизного проекта плавательного базина с центром рехабилитации, с гостиницей. Это будет очень международный спортивный объект. Вот. Ну, а по культуре главное начали строить реально музыкальную школу с концертным залом. Нам удалось привлечь деньги Евросоюза, деньги, которые получила Латвия за счет продажи СО2. Мы очень не хотели, чтобы в Энспилсе это получилось. Мы их обыграли, мы их выиграли. Силы были. Все сарасисты были против нас, а они контролируют государственное радио, государственное телевидение. Они контролируют, очень венут его, часть националов они контролируют. Им не удалось нас, мы обыграли их. Так что это двойне приятно. Когда легко дается, как бы не оцениваешь, когда трудно не дается, так оценишь. Мы долго работали, мы работали 15 лет, почти 15 лет над этим проектом. И сейчас у нас полностью готова большая площадь. И там это здание, она так органично там, и уже видно, да, как она там хорошо сидит. Так что, ну это такое, это на 100 лет объект. Можно переделать там интерьер, конечно, но на 100 лет. Надеюсь, что там не будет ошибок проектирования, но от нас это мало, ну не зависит вообще. Но так, если так коротко о культуре, в 2012 году мы ее сдадим, уже вот через два месяца будет под крышей. Та территория теперь вообще преобразится, там и новая музыкальная школа, и бассейн, и пристройка BMX, там, конечно. Да, да, ну такой, такой фундаментальный центр, да. И большая площадь, посмотрите, и этот, это, это фонтан, совсем по-другому будет выглядеть, на фоне этой концертного зала, и музыкального училища. Так что, это так, знаешь, так, вот работа сделана, и фиги ее украдешь, уже все. Есть Лэнберг, нет Лэнберг, не имеет никакого значения. Да, все бессмертны. Да. Вопросов больше нет, спасибо за ответ, и еще раз наступающем празднике. Спасибо вас также и всех зрителей приятного семейного такого тепла на, сейчас, на земсвадке, да. И, конечно, в 2018 году я желаю искать добрые дела, наметить добрые дела, и чтобы всем удалось. И знаете, что главное, что удалось? Те, у кого это недостаток есть, а это недостаток есть у большинства, больше-меньше, по-моему, так. У меня, по крайней мере, он есть. Преодолеть свою лень. Успехов! Преодолеть свою лень.